Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале Клан Сибирских Цветочниц. Хотим поделиться своей бедой. У нас в Сибири прямо катастрофа нашествия бабочек. Это не только в Красноярском крае, это и в Иркутской области, и в Новосибирской. И Сибирское обвинство новостей, например, рассказывает про пригород Новосибирска, где бабочки, которые белянки или капустницы, называются, безобидные на первый взгляд, просто атакуют все посадки, посевы, причем бабочки сами, они вреда не приносят, но они откладывают яйца, из которых выводятся личинки, гусеницы, а гусеницы съедают вообще все подряд, все. Грушу, жимолость, розы, даже хрен, не только капусту они едят. Вот огромное количество таких бабочек сидят вдоль водоемов. Если они мертвы, это значит, что уже отложили свои личинки. Садоводы борются кто как может. Кто-то с очками за ними бегает. Ну правда, смешно, не смешно, но борются. Кто-то сбивает их из садовых шлангов при поливе. Вот, снимают видео. Ну, в общем, мы озадачены крайне. И в этом плане, что я хочу сказать. Самое разумное, что сейчас можно сделать, это последовать инструкцию, которую распространило Управление сельского хозяйства и станции защиты растений Ниждеудинского района. Они сообщают о массовом люте лугового мотылька, который случается один раз в 10-12 лет. Для отпугивания мотылька, пока не отложил яйца от ваших приусадебных участков, необходимо незамедлительно при обнаружении обработать межу с травой обочины вдоль заборов раствором 1 столовая ложка солярки или скипидара или керосина на 10 литров воды. Интенсивно размешивая, полейте злейки. Через 7-10 дней появится множество тонких длинных гусениц, которые и опасны для посевов, съедая все на своем пути – овощи, картофель, траву. Обработку растений с гусеницами производить любым инсектицидом по инструкции, например, искра, фитовермин, интовир и т.д. Распространите, пожалуйста, информацию по группам Нижнеудинского в ближайших районах Иркутской области. Ну вот это я зачитала, прямо официальный документ. Если у кого-то такая напасть, имейте в виду, что нужно спасаться, бороться срочно. Сибирь накрыла по полной мере. Всем спасибо. Напишите в комментариях, знакомы ли вы с такими нашествиями. С вами была Анжелика. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok